ТОП-3 ТОП-3 С горы они замечают беспечного Рина. И за свою несмотрительность он тут же получает двойное пробитие. На один шот просела капитан Юнити Анатолич. На этом перестрелки в городе закончились. Единые отошли к своей базе и стали ждать неприятеля здесь. Виплей не заставили себя долго ждать и вскоре стали на захват. На пути к церкви Анатолич забирает Т-шку, но шансы у белорусов поднять свой флаг все еще высоки. Перестрелка в кварталах проходит не в пользу Юнити. Секундомер работает в пользу Виплей. Но свое слово говорит Каппи и Люцик. В последний момент парни сбивают захват и вырывают ничью в раунде. Второй бой. Итак, старт второго боя. И тут сразу стало все понятно. Глядя на сетап команды Юнити, мы сразу же прочитали то, что ребята прочитали своих оппонентов. И берут два ИСА третьих, 3-50-100. Возможно, кстати, вот Виплей, которые взяли два ИСА третьих и 3-50-100 и рассчитывали играть в филипинской защите, но до конца не верили, что Юнити пойдут на них в атаку. Потому что парни по ходу всего этого сезона как-то мало атаковали, затягивали матчи до пятой карты почти с каждым соперником. А тут, на тебе и здрасте, Юнити настроены очень решительно. Да, Юнити играют на результаты, поэтому парни не спеша занимают наконец-то зеленку, окапываются на ней. Ну и после того, когда команда понимает, что все-таки Виплей не пошли в зелень, они не атакуют, они не играют агрессивно, Юнити начинают уже сдвигаться ближе к городу и после этого уже основные события как раз начинаются. Да, начало прошло абсолютно спокойно, Виплей, там только у них Т-1 был ближе к фронтану, но Юнити нацелились на захват. И вот первый выезд команды Юнити позволяет им уже забрать Т1. Они забирают Тупса, у команды Виплей уже есть где-то потери. Тут появляется возможность у Булкина уже подъехать на рентген, он обнаруживает хейта, Юнити уже окончательно понимает, где находится техника Виплей и уже можно постепенно атаковать. Но для этого парням нужно дождаться еще каплика, которая находится на зеленке, и после этого парни смогут уже тогда точно идти вперед. Ну, для начала актер вызвал на ПВП Булкина, но получилась очень невеселая ситуация вот здесь. Вот невеселая для актера Булкин попросту развел. Тут думали, Тэшки у нас подерутся один на один, но приехал Анатолич и просто убил актеров. И как бы извини, написал, конечно, там Булкин, но ПВП не получилось в этом эпизоде. На другом фланге уже полным ходом пошла перестрелка. Юнити завязали бой, неплохо проработали по вражеским соткам, правда, немножечко просел Геодор, Анатолич становится на захват и рядышком, посмотрите, обратите внимание, где стоит Капи, дальний куст, он так непалевно, довольно-таки уверенно на отца, как говорится, стал. И за соткой Анатолича работает Булкин, который, в принципе, сделал все правильно и не попал, во-первых, под обстрел, во-вторых, Анатолич сам смог раздать весь полный свой барабан с уроном. Ну и, в принципе, за счет этого четыре танка смогли поставить удачный блок. Да, Юнити поставили очень удачный блок. Они не позволили танкам Виплея выйти из защиты, проконтератаковать, так как Виплей понимали, что каждый их выезд позволяет получить просто в корму четыре пробития, что, в конце концов, приводит к тому, что любой танк восьмого уровня погибает. У Виплея просто уже не было шансов. Выезжали бы они, не выезжали из защиты, они бы уже проиграли. Юнити их смогли обхитрить и захватить базу. Третий бой В третьем бою на руднике Юнити выставляют пару американцев Т-32 и Т-69, третьего ИСа, француза АМХ-13-90 и дуэт разведчиков Т-1 Каннингем. Виплей же одной 69-ке отдают предпочтение советскому тяжу. С первых минут команды занимают центр карты, при этом не спешат атаковать друг друга. И лишь в середине раунда Юнити переходят в наступление. Люцик на АМХ-13-90 объезжает гору и заходит во вражеский тыл. Тут же с центра начинается давление от остальной команды. Белорусам приходится держать оборону сразу на двух фронтах, но Блицкрих от единых не оставляет Виплей шансов и на этот раз. Разрыв в счете увеличивается. 2-0 В случае победы на последних двух картах Виплей могли рассчитывать лишь на ничью в матче. Со старта белорусы продвигаются по железной дороге, а Юнити отправляют к вражеской базе разведчика Капи и пару французских соток. Не проходит и минуты, как рейд диверсантов получает огласку. Единые остаются в меньшинстве, теряя на передовой Люцика. Дела у Виплей шли неплохо, пока навигаторы команды вовсе не отказались работать в городе. Сперва Тор выбрал неудачную позицию за домом. Из засады по нему здорово отрабатывает Рина, оставляя какие-то крохи жизни. Окончательно же склонить чашу весов на свою сторону удается Диодору после дуэли с Бакуном. В итоге довести раунд до очередной победы оказывается делом техники. 3-0 в пользу Юнити. Лучшим дэмэдж-дилером встречи стал Нуклер из Юнити. Лишь ему покорился барьер в 7 тысяч очков урона. А вот по количеству фрагов лучших сразу трое. По 4 боевые машины противника уничтожили Нуклер, Рина и капитан Юнити Анатолич. Звание лучшего разведчика заслуженно получает Булкин. На его радаре в засвете оказались сразу 7 вражеских танков. Ну что же, друзья, только что мы стали свидетелями очень интересного, агрессивного, я бы сказал, поединка. 4 карты, 3 победы, еще 3-0. Ну и, можно сказать, очень много хорошего о команде Юнити. И вот что сказать о команде WePlay, наверное, пусть это лучше расскажет Алексей. О команде WePlay сегодня хорошего, что сказать, очень сложно. Ведь команда сегодня показала явную неготовность к матчу против Юнити. Да, у команды поменялся капитан, команда меньше тренируется, не все успели на матч сегодня. К примеру, Юр Котоми во последней карте у нас играл. Но, помимо этого, команда WePlay, она не менялась в состав. У парней, по идее, должен был остаться тот тимплей, те наработки. Но сегодня всего этого не было. Команда WePlay играла по-другому. Юнити, как всегда, стандартно разыгрывают агрессивные тактики, занимают всю карту и пытаются постоянно доминировать на поле боя. Что же, Юнити на деле подтверждают статус фаворита встречи, а вот WePlay пока больше похожа лишь на блеклую тень самих себя в прошлом сезоне. Это в очередной раз доказывает, что в Голд-серии даже секундная расслабленность чревата досадными поражениями. Тренируйтесь, несмотря ни на что, и побеждайте. До скорой встречи. Пока.